И в сегодняшней лекции, которая посвящена в первую очередь таким явлениям, как заработная плата и прибыль, мы с вами, наверное, уже в очередной раз сталкиваемся с таким феноменом капиталистических производственных отношений, как превращенные формы. Превращенные формы – это, при Марксе так называют различные экономические формы, которые создают превратное, искаженное представление о своем собственном содержании. И вот одной из таких превращенных форм является форма заработной платы. По самому своему названию термин «заработная плата» означает, что это плата за работу, плата за труд. Однако в действительности это иллюзия, потому что в системе капиталистических производственных отношений платят не за труд, платят не за работу. Работнику, наемному работнику оплачивают стоимость рабочей силы. Если бы речь действительно шла бы об оплате труда, то в таком случае мы столкнулись бы с внутренним противоречием, противоречием в определении. Если бы работнику оплачивается весь труд, то есть ему предоставляется эквивалент его труда за весь рабочий день, то тогда невозможно производство прибавочной стоимости. Если бы капиталист оплачивал работнику весь тот труд за весь его рабочий день, то ниоткуда было бы браться с прибавочной стоимости. Если же предположить, то все-таки оплачивается не весь труд, то тогда мы сталкиваемся со случаем неэквивалентного обмена, что противоречит законам товарного производства, и хотя как частный случай это возможно, но как система при товарном производстве это существовать не может. Надо сказать, что в системе экономических отношений эксплуататорских обществ, вот эта вот коллизия, связанная с вопросом оплачивается весь труд или не весь, она приобретает разные формы в разных способах производства. Если мы имеем дело, например, с трудом раба, то у раба весь труд выступает как неоплаченный, весь труд выступает как работа на хозяина, а не на себя. Хотя в труде раба есть некоторая часть труда, которую он затрачивает для того, чтобы воспроизвести собственные жизненные средства. Но тем не менее характер отношений раба и рабовладельца таков, что для раба весь труд выступает как труд на хозяина. Кстати говоря, для рабовладельца тоже весь труд раба выступает как труд на него, на хозяина, на рабовладельца. Ну а то, что потом надо этого раба хоть немножко кормить, это уже выступает, так сказать, как другая сторона отношений. У крепостного ситуация другая. У крепостного труд на себя и работа на хозяина явным образом разделены. Вот это я работаю на своем поле, это я работаю на господском домене. Если речь пойдет об оброке, то есть о продуктовой ренте, то вот эту часть продуктов я произвожу для себя, а эту часть продуктов я произвожу для своего хозяина, для сеньора, для феодала. То есть тут тоже труд на себя и труд на хозяина четко разделяются. А вот у формы заработной платы она создает иллюзию, что весь труд оплаченный. Несмотря на то, что в этом якобы оплаченном труде четко разделяется необходимое прибавочное рабочее время, необходимое рабочее время, то, которое необходимо для воспроизведения жизненных средств работника. И именно стоимость этих жизненных средств, воспроизводимых в течение необходимого рабочего времени, капиталист и уплачивает работнику при найме. Надо сказать, что системы заработной платы, основные системы, две заработных платы, которые существуют, повременная заработная плата, издельная заработная плата, они поддерживают эту иллюзию, что оплачивается весь труд. Ну, в самом деле, вот повременная заработная плата, сколько часов ты отработал, за столько тебе и заплатят пропорционально количеству затраченного времени. Создается таким образом иллюзия, что все это рабочее время оплачивается. Вот сколько ты работал, столько тебе заплатили. Проработал ты шесть часов, заплатили за шесть часов. Проработал восемь, заплатили тебе за восемь. Не работал совсем, тебе этот день не оплачивается. То же самое со сдельной оплатой. Сделал ты столько-то деталей или произвел там, скажем, какой-то объем расчетов, или написал какой-то объем текста, вот тебе за это и заплатили. Сделал больше, тебе заплатили больше. Сделал меньше, тебе заплатили меньше. Тоже впечатление, что оплачен весь труд. Но реальная подоплека, которая лежит в основе этих систем заработной платы, состоит в том, что в зависимости от затраты рабочего времени, действительно, пропорционально затрате рабочего времени, меняются и издержки воспроизводства рабочей силы работника. Если работник работал 6 часов, он затратил меньше рабочей силы, и, соответственно, для ее воспроизводства нужно меньше рабочего времени, и, соответственно, она и оплачивается меньше. Если же он работал там 8 или даже 10 часов сверхурочно, то он потратил больше сил, на их воспроизводство нужно больше необходимого рабочего времени, и, соответственно, оплата этой рабочей силы тоже должна быть больше. Для того, чтобы работник мог воспроизвести себя для следующего цикла труда. То же самое и со сдельной оплатой. Чем больше работник выработал деталей или написал текстов, или еще что-то сделал, или прочитал лекции, тем больше затраты его труда, тем больше нужно на воспроизводство рабочей силы. Но при этом, как я уже сказал, повременная издельная система оплаты создают иллюзию, что весь труд оплачивается. Что вся оплата строится именно в зависимости от того труда, который работник затратил в течение всего рабочего дня. На самом деле нет. На самом деле и в приповременной, и при сдельной заработной плате оплачивается только затрата рабочей силы, и точнее даже не затрата, а издержки, необходимые для воспроизводства этой рабочей силы. Больше человек работал, больше необходимых средств для воспроизводства рабочей силы. В этом реальный смысл повременной издельной. Ну вот, собственно говоря, мне кажется, здесь более или менее все должно быть ясно. Если будет не ясно, задайте вопросы в конце лекции, не забудьте их записать, чтобы, так сказать, потом предъявить. Следующая превращенная форма, на которой мы остановимся, это такая форма, как прибыль. Прибыль выступает как превращенная форма прибавочной стоимости. Откуда возникает эта превращенная форма? Она, так же, как и форма заработной платы, возникает на поверхности капиталистических производственных отношений, возникает вполне объективно. Это не некая, так сказать, выдумка, не некий идеологический трюк. Просто-напросто в процессе обращения капитала неизбежно возникает представление, что прибавочная стоимость выступает как продукт всего капитала, а не только переменного капитала. Ведь капиталист для того, чтобы производить прибавочную стоимость, или точнее для того, чтобы работник производил ему прибавочную стоимость, так будет корректнее сказать, он авансирует как постоянный, так и переменный капитал. И в результате процесс капиталистического обращения, включая фазу производства, приносит ему авансированную стоимость с природом. В этом процессе обращения для капиталиста различие роли постоянного и переменного капитала в процессе создания прибавочной стоимости затушевывается. С его точки зрения действует и тот, и другой капитал. Затрачивает он и тот, и другой капитал. Если он действительно затрачивает и тот, и другой, и постоянный, и переменный, и в конце получает прибавочную стоимость. И вот эта прибавочная стоимость, взятая в отношении ко всему капиталу, а не только к переменному, и является прибылью. Таким образом, прибыль – это результат некой объективной иллюзии, создаваемой капиталистическим обращением. Вот это вот поверхностные формы, определяемые процессом обращения капитала, они приводят и к иному подразделению капитала, чем тот, который дан Марксу. Маркс ведь делил капитал на постоянные переменные в зависимости от их разной роли в процессе производства прибавочной стоимости. В поверхностных представлениях капиталиста и в том поверхностном виде, который создается процессом обращения капитала, не видно тех глубинных отношений, которые определяют производство прибавочной стоимости. А виден процесс обращения капитала. И поэтому различные составные части капитала с точки зрения процесса его обращения подразделяются не по их роли в процессе производства прибавочной стоимости, а по их разной форме обращения. Оборотный капитал затрачивается в одном цикле оборот капитала, а основной капитал затрачивается за несколько циклов, поскольку переносит свою стоимость на продукт частями. Таким образом, в состав оборотного капитала включаются затраты на приобретение рабочей силы и сырья и материалов, поскольку и то, и другое затрачивается в одном цикле. Таким образом, в оборотный капитал входит как оплата рабочей силы, так и части средств производства. А другая часть средств производства, а именно машины, оборудование, здания, сооружения, входит в состав основного капитала, поскольку они изнашиваются и переносят свою стоимость на продукт постепенно, не за один цикл, а за несколько, так сказать, за многолетний процесс обращения капитала, поскольку они и относятся к основному капиталу, потому что они не изнашиваются, не затрачиваются за один цикл, а остаются как бы вот чем-то неизменным в течение длительного периода времени. Рассматривая в капитале процесс формирования прибыли, Маркс формулирует закон тенденции нормы прибыли и понижения. Для того, чтобы понять основания для возникновения этой тенденции, надо разобраться с тем понятием, которое вводит Маркс, понятием органического строения капитала. Под органическим строением капитала Маркс понимает стоимостное строение капитала в той мере, в какой оно зависит от технического строения. Что с точки зрения Маркса происходит с отдельными составными частями капитала в процессе развития капиталистического производства? Происходит постоянный процесс замены живого труда машинам, а это приводит к изменению технической пропорции между постоянным и переменным капиталом. Соответственно, меняется и стоимостная пропорция между постоянным и переменным капиталом, то есть меняется органическое строение капитала. Удельный вес постоянного капитала возрастает, удельный вес переменного капитала падает, и это приводит к снижению нормы прибавочной стоимости. Точнее говоря, это не обязательно приводит к снижению нормы прибавочной стоимости, но это приводит к снижению соотношения прибавочной стоимости к величине всего капитала. Если у нас возрастает постоянная часть капитала, а переменная остается неизменной, и при неизменной норме эксплуатации она производит также неизменную величину прибавочной стоимости, а поскольку у нас величина стоимости постоянного капитала относительно выросла, то, соответственно, и прибавочная стоимость, отнесенная к величине всего капитала, дает меньшую норму прибыли. Ну, проще говоря, если у нас постоянный капитал составлял 200 единиц, переменный капитал 100 единиц, прибавочная стоимость тоже 100 единиц, норма прибавочной стоимости 100%, один к одному, норма прибыли 100 делим на 300, 33%. Теперь представим, что изменилось техническое строение капитала. Стало не 200, переменный капитал по-прежнему 100, прибавочная стоимость 100, а постоянный капитал вырос вдвое, в 400. Норма прибавочной стоимости не изменилась, но прибавочная стоимость, отнесенная ко всему капиталу, теперь стала 100 деленное на 500, 20%. Норма прибыли упала. Все было бы очень просто, если бы все сводилось только к этим арифметическим операциям. Но Маркс недаром формулирует этот закон, не просто как закон капиталистического производства, а как закон тенденции. Тенденция – это не есть что-то такое абсолютно действующее, постоянное, устойчивое. Это лишь нечто, что пробивает себе дорогу через некие, так сказать, отклоняющиеся или противодействующие факторы. Факторы, противодействующие норме прибыли падать, они, можно так выразиться, встроены в сам этот закон. Само действие этого закона создает противодействие падению нормы прибыли. Маркс уже в капитале рассмотрел некоторые противодействующие факторы. И с точки зрения современных представлений о том, как протекает процесс капиталистического воспроизводства, можно даже расширить этот список и показать более глубоко, почему норма прибыли не падает постоянно. Дело в том, что вот этот вот процесс изменения органического строения капитала, он зависит от циклов воспроизводства технической основы капиталистических средств производства. От технологических циклов, которые получили наименование по имени российского экономиста, который исследовал цикл Кондратьева. В основе циклов или волн Кондратьева лежит как раз процесс смены технологий производства, смены того, что называется технологической парадигмой или технологическим укладом. И вот на восходящей фазе такого технологического цикла факторы, которые противодействуют падению нормы прибыли, они действуют значительно интенсивнее. Что это за противодействующие факторы? Рост производительности труда, например. Он снижает издержки воспроизводства постоянного капитала и, соответственно, препятствует росту органического строения. Если издержки производства машин и оборудования падают, то даже при увеличении технического строения капитала стоимосное может не увеличиваться. То есть мы заменяем часть живого труда машинами, но эти машины стоят дешевле, чем они стоили раньше, и, соответственно, органической строения капитала не растет, хотя растет техническая. Плюс к этому рост производительности труда ведет к снижению издержек воспроизводства рабочей силы. То есть элементы, материальные элементы воспроизводства рабочей силы, предметы потребления рабочего теперь при росте производительности труда стоят дешевле, и это ведет к росту относительной прибавочной стоимости. То есть норма прибавочной стоимости возрастает, и это также препятствует снижению нормы прибыли. На нисходящей фазе, когда технологические преимущества вот этой новой технической, технологической волны близятся к исчерпанию, вот тогда факторы действующие в сторону тенденции нормы прибыли к понижению проявляют себя более интенсивно. И действительно мы видим в истории капиталистического процесса производства вот такие периоды падения нормы прибыли. Они как раз связаны с исчерпанием новой технологической волны. Таким образом не стоит рассматривать закон тенденции нормы прибыли к понижению как некий закон исторической обреченности капитализма. Это закон, который действует при капитализме постоянно и он скажем так вынуждает капитал пускать в ход противодействующий фактор. Он побуждает капиталистов к тому, чтобы снижать издержки производства воспроизводства техники, машин, оборудования, к тому, чтобы снижать издержки воспроизводства рабочей силы. Плюс к этому он является таким законом, который не препятствует повышению стоимости рабочей силы. Если стоимость рабочей силы растет, соответственно, это блокирует рост органического строения капитала. Поэтому с ростом удельного веса высокооплачиваемого квалифицированного труда также возникает противодействие тенденции нормы прибыли к понижению. И все это, все то, что побуждает капиталистов бороться с действием тенденции нормы прибыли к понижению, способствует прогрессу капиталистического производства. Но в то же время этот закон, эта тенденция, она постоянно домокловым мечом висит над капиталистами. Она постоянно проявляет себя, так сказать, показывая, что капитал в процессе своего воспроизводства постоянно натыкается на некоторые пределы, чтобы преодолеть которые, ему приходится двигаться в определенном направлении и проявлять определенные, так сказать, усилия. Закон тенденции нормы прибыли понижения в этом смысле является неким внутренним пределом роста капитала. Капитал не может прибегать к таким путям развития, которые бы приводили к длительному снижению нормы прибыли. Эти пути для него оказываются закрыты. И этот закон действует принудительно, потому что когда все-таки капитал не справляется с борьбой с этой тенденцией, она его, что называется, принудительным образом заставляет обратить внимание на падение нормы прибыли. И эти периоды падения нормы прибыли вынуждают капитал мобилизоваться и пытаться этой тенденции противодействовать. через совершенствовать техники, технологии, улучшение организации производства, что способствует росту производительности труда. Соответственно, применение новой техники ведет к росту квалификации и оплаты труда и так далее. Без действия этого закона прогресс капиталистического способа производства был бы невозможен. в таком тенденции нормы прибыли к понижению имеет самое прямое отношение к развиваемой Марксом теории кризисов. В чем заключается к сожалению, должен сказать, что у Маркса систематического изложения теории кризисов нет, хотя некоторые отрывочные элементы этой теории у него разбросаны по капиталу и по подготовительным рукописям к нему и из этих отрывков можно составить некоторое представление о том, как Маркс смотрел на теорию кризисов. В фундаментальной основе твлического характера капиталистического процесса производства, когда так сказать периоды оживления и подъема сменяются периодами спада и депрессии, лежит в циклическом характере воспроизводства основного капитала, это первый фактор, и второй фактор это стихийный характер этого процесса воспроизводства, стихийный характер капиталистического процесса производства вообще. Вот из соединения этих двух факторов и рождается циклический характер капиталистического процесса Как это происходит? На чем, так сказать, ословывается вот эта цикличность? Капиталисты время от времени проводят замену основного капитала. Элементы основного капитала изнашиваются, вещественные, и его надо заменить. Если бы этот процесс протекал бы без учета технического прогресса, то, наверное, такой особой цикличности в процессах воспроизводства основного капитала не было. То один капиталист заменяет свой капитал, то другой, то третий, и в общей сумме каких-то особых колебаний в этом процессе нет. Но дело в том, что капиталистическая конкуренция заставляет капиталистов прибегать к обновлению основного капитала не только тогда, когда он физически изношен, но и тогда, когда возникает эффект морального старения основного капитала. Что это значит? Это значит, что появляется техника, которая позволяет осуществлять процесс производства с более высокой производительностью труда. И если конкуренты применяют эту новую технику, они получают выигрыш, они могут присваивать добавочную-прибавочную стоимость, поскольку у них снижаются издержки производства. И таким образом остальные капиталисты вынуждены заменять свой основной капитал не только в случае его физического износа, но и в случае вот такого вот морального устаревания. И таким образом, если появляются технические нововведения, которые серьезным образом меняют уровень производительности труда в данной отрасли, то значительная часть капиталистов в данной отрасли вынуждена прибегать к обновлению основного капитала. Таким образом, это обновление приобретает такой массовый характер, характер поднимающейся волны. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, естественно, растет объем спроса на технические элементы основного капитала, растет объем спроса на машины и оборудование. То есть растет объем спроса на продукцию смежных с данной отрасли. И вот эта вот волна обновления основного капитала, она начинает распространяться по всей экономической системе. Если растет спрос на машины и оборудование, значит, растет спрос на металл, на краску. Растет спрос на строительные услуги, потому что очень часто надо строить, так сказать, или реконструировать предприятие для того, чтобы поставить новую технику. Растет спрос на квалифицированную рабочую силу, которая будет обслуживать эту технику. Растет, соответственно, спрос на добычу руды черных, для производства черных цветных металлов. Растет спрос на оборудование для производства этих машин и оборудования, поскольку оно расширяется. И вот такая вот волна, поскольку нанимаются новые работники, или увеличивается, так сказать, увеличивается заработная плата для квалифицированных техников и инженеров, которые, так сказать, устанавливают и применяют эту новую технику. Растет спрос на предмет потребления. И, в общем, вот получается такая волна роста совокупного спроса в экономике. И это приводит к подъему экономическому. Экономика растет. Растут реальные доходы наемных работников и капиталистов. Но эта волна обновления капитала не является бесконечной, как вы понимаете. Капитал, авансированный на это обновление, расходуется. Через какое-то время спрос на новую технику падает. И с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что были введены в действие новые производственные мощности для производства новой техники. Были введены в действие новые производственные мощности для производства черных и цветных металлов, кабельной продукции, инструмента, той же самой краски. Были введены новые производственные мощности по производству предметов потребления, а спрос упал. Плюс к этому мы ввели в действие очень большое количество нового основного капитала. Органическое строение капитала выросло. Начинает работать тенденция нормы прибыли к понижению. Оказывается, что часть того капитала, который введен в действие, и, так сказать, в первоначальном процессе обновления, и тот новый основной капитал, который был введен в действие для того, чтобы удовлетворить спрос на новую технику, он оказывается относительно избыточным. Он перестает приносить прежнюю прибыль. То есть происходит явление, которое называется перенакопление капитала. К чему это приводит? К тому, что часть этого относительно избыточного капитала, который не может быть применен с прежней прибылью, а некоторая его часть вообще из-за конкуренции не может быть применена с прибылью, омертвляется. Производственные мощности простаивают, загрузка их снижается, часть предприятий банкротится, возникает ситуация перепроизводства и снижение загрузки производственных мощностей. Приходится увольнять относительно излишних работников. Растет безработица. Все это вызывает реакцию на финансовом рынке, то оборачивается падением котировок на фондовом рынке и ростом ставки процента на кредитном. Раз у капиталистов возникает проблема с производством прибыли, а у некоторых прибыли вообще нет, то для того, чтобы расплатиться по обязательствам, они вынуждаются прибегать к кредиту. Ставки кредита растут. Растет безработица. Таким образом наступает фаза спада производства. После подъема или даже, скажем так, бума, после бурного экономического роста наступает спад. Следующая фаза развития цикла – это фаза депрессии. Чем характеризуется фаза депрессии? Тем, что восстанавливается пропорциональный характер процесса капиталистического воспроизводства. Если мы в предыдущей фазе видели, так сказать, явный образец диспропорциональности того, что новая техника, новые производственные мощности вводились в строй стихийным образом, каждый капиталист индивидуально принимал решение. Не было, так сказать, координированного проекта обновления основного капитала. И в конце концов бум превратился в спад. Оказалось, что новые капиталы перенакоплены, введены в действие избыточное. То фаза депрессии – это фаза восстановления пропорциональности. За счет чего? За счет того, что часть капиталистов обанкротилась, часть производственных мощностей выведена из действия, часть работников уволена. И таким образом мы получаем некое восстановление пропорциональности, но на более низком уровне. Роста производства нет, уровень безработицы стоит высоко, ставки процента на кредитном рынке стоят высоко, фондовые индексы на бирже стоят низко. Это фаза депрессии. Что происходит с капиталистами потом? Те, кто, так сказать, сохранил более или менее свои позиции в конкурентной борьбе на этой фазе депрессии, они же должны каким-то образом свои позиции улучшать и восстанавливать. За счет чего? Как выкарабкаться вот из этого вот, из этой депрессии? Как бороться за свою долю на рынке сбыта? Есть несколько путей. Начать производить какую-то новую продукцию, которой нет у конкурентов. Или снизить издержки производства уже известной продукции. Либо попытаться продвинуться на какие-то новые рынки. Все это требует определенных вложений в новую технику, в обучение персонала, в исследование разработки, в рекламные кампании. И вот те, кто более или менее удержался на плаву, начинают вкладываться во все это. Но раз какие-то компании начинают приобретать новую технику, начинают на этой основе получать конкурентные преимущества, остальные, чтобы не оказаться совсем на дне, вынуждены следовать за ними. И вот начинается рост спроса на новую технику и технологии. Ново начинают нанимать работников, которые будут этой новой техникой управлять. И мы сталкиваемся с тем, что фаза депрессии переходит в фазу оживления. Ну а дальше начинается все тот же самый цикл, про который я рассказывал перед этим. Надо сказать, что те картины массового перепроизводства товаров, с которыми капиталистическая экономика сталкивалась в 19 веке, в первой половине 20-го, сейчас не являются типичными. Экономическая наука, прикладная при капитализме, не стоит на месте. И, в общем, господа капиталисты научились чутко реагировать на малейшие движения рынка. И до массового перепроизводства товаров они уже не допускают. Но вот справиться с перенакоплением капитала они не могут. Поэтому сейчас спад производства характеризуется не столько перепроизводством товаров, которые, так сказать, образуют нереализованные залежи, хотя и такого рода явления тоже имеют место, но в значительно меньших масштабах, чем это было раньше. Сейчас спад производства характеризуется главным образом недогрузкой производственных мощностей. То есть капиталисты оперативно свертывают производство, чтобы не допустить массового перепроизводства. И этого массового перепроизводства нет, но зато приходится снижать загрузку производственных мощностей. Производственные мощности в значительной степени в период спада простая. Кроме того, сейчас очень часто кризис начинается не с явных признаков перенакопления капитала и перепроизводства. Потому что есть такой барометр капиталистической экономики, как фондовый рынок, как биржа. И вот очень часто бывает так, что малейшие заминки в процессе производства провоцируют в первую очередь биржевую панику. И именно биржевая паника дает толчок распространению кризисных явлений по всей остальной экономике. Хотя в фундаменте всегда лежит именно перенакопление основного капитала, но, так сказать, видимый толчок развитию кризиса дает не перепроизводство, а именно паника на фондовом рынке. Я могу вам напомнить то, что происходило в период кризиса 2008-2009 года. В чем была фундаментальная подоплека этого кризиса? Перепроизводство. Перенакопление капитала в строительной отрасли. Было избыточное производство строительной продукции, избыточное производство жилья в первую очередь. Почему кризис принял такие масштабы? Ну, от одного только перепроизводства жилья в Соединенных Штатах не возник бы мировой кризис. Этого было недостаточно. Здесь сработало несколько факторов. Ну, во-первых, перепроизводство жилья в Соединенных Штатах это был лишь такой наиболее видимый признак общего процесса перенакопления основного капитала в большинстве стран капиталистического хозяйства. То есть циклический кризис так или иначе приближался. Просто вот крах строительного рынка в Штатах это было первое проявление этого кризиса. Он наступил раньше всех остальных. Второе. Фондовый рынок сыграл здесь роль катализатора этого кризиса. Таким образом, сначала за счет операций на фондовом рынке искусственно поддерживался спрос на жилье. Через фондовый рынок, через операции с производными ценными бумагами на основе закладных на квартиры и дома создавался искусственный спрос на жилье. Но в конце концов и этот искусственный спрос натолкнулся на свои пределы. И вот тогда произошло сначала обрушение вот этого рынка производных ценных бумаг, основанных на закладных. И этот крах вот этого рынка, этого сегмента финансового рынка послужил спусковым крючком для кризисных явлений во всей остальной экономии. Он привел к биржевой панике, к банковской панике, к банкротству крупных банков, к нарушению механизма, так сказать, расчетов, к тому, что обесценились крупные финансовые активы. И это вызвало резкое сжатие спроса как на потребительском рынке, так и на рынке, так сказать, средств производства. Ну и оттуда все покатилось. Фондовый рынок выступил как спусковой крючок кризиса, как механизм распространения этого кризиса на всю остальную экономию. Следующая проблема, которую я хотел с вами обсудить, и которая является продолжением темы превращенных форм, это тема, связанная с судным капиталом. Судный капитал, или, иначе говоря, капитал, приносящий проценты, это еще одна превращенная форма производства капиталистической прибавочной стоимости. Но здесь уже, можно сказать, превращение в квадрате. Каким образом возникает такое явление, как судный капитал? Судный капитал – это обособившаяся функциональная форма капитала, одна из тех функциональных форм, которые капитал приобретает в процессе обращения. Он там приобретает форму товарного капитала, производительного капитала, потом снова товарного, но уже содержащего прибавочную стоимость, и затем денежного капитала. Так вот, судный капитал – это обособившаяся форма денежного капитала. В чем состоит реальный экономический смысл обособления денежного капитала в форме капитала, приносящего процента? Реальный экономический смысл состоит в концентрации временно свободных денежных капиталов для того, чтобы предоставить эти временно свободные денежные капиталы тем, кто в этих капиталах в данный момент нуждается. Но типичный представитель, так сказать, судного капитала – это банкир. В чем заключается функция банкира? В том, чтобы принять на хранение в банк временно свободные денежные средства, с одной стороны, собрать с различных мелких и крупных вкладчиков эти временно свободные денежные средства, а затем предоставить эти денежные средства в кредит тем капиталистам-предпринимателям, которые в этих денежных средствах нуждаются. На чем зарабатывает банкир? На разнице между тем процентом, который он платит вкладчикам и тем процентом, который он берет за предоставляемые кредиты. И вот этот капитал, приносящий проценты, он формирует такую иллюзию, как я уже сказал, иллюзию в квадрате, то деньги могут сами по себе приносить добавочные деньги. Но в самом деле банкир отдает в кредит определенную сумму денег, и потом, хлоп, через какой-то срок он получает эти деньги с приростом. Деньги сами по себе принесли добавочные деньги. Возникает иллюзия самопорождения денег деньгами. Разумеется, деньги сами по себе из одного факта своего существования ничего принести не могут. И никакой процент не возникал бы, если бы не существовало производство прибавочной стоимости. Ведь, собственно говоря, для чего капиталист-предприниматель берет кредит? Он берет его для того, чтобы использовать этот кредит как капитал, произвести прибавочную стоимость и часть этой прибавочной стоимости отдать банкиру. А часть присвоить себе. Таким образом, существование судного капитала определяется существованием капитала производителя. Промышленного капитала, выражаясь терминологией Маркс. Фактически, мы в данном случае сталкиваемся с тем, что тот товар, которым торгует судный капиталист, это не деньги. Это капитал. Студный капиталист продает не деньги. И выражение «цена денег» в данном случае является абсолютно иррациональным. Он предлагает не деньги сами по себе, не некие, так сказать, не некое средство обмена. Он предлагает возможность применить эти деньги как капитал и получить прибавочную стоимость. Студный капиталист торгует капиталом как капиталом, а не как деньгами. Он торгует способностью денег быть использованными капиталистически, примененными капиталистически. И процент – это фактически его участие в производстве, точнее, в присвоении прибавочной стоимости промышленным капиталистам, капиталистам-предпринимателям. Вот эта торговля капиталом как капиталом, когда капитал превращается в товар, мы, изучая капитал Маркса, знаем, что происходит процесс выделения из товарного мира денег, а затем превращение денег в капитал. Здесь мы видим обратную метаморфозу. Капитал превращается в товар. Капиталом торгуют, именно как капиталом. И эта торговля капиталом как капиталом, помимо обычной кредитной системы, банковской системы, получает еще и форму движения фиктивного капитала. На какой основе возникает фиктивный капитал и какое отношение он имеет к судному капиталу. Фиктивный капитал обязан своему возникновению, обычно считают, что он обязан своему возникновению акционерным обществом. На самом деле это не так. Акционерные общества лишь дали мощный толчок развитию фиктивного капитала. Вообще исторически фиктивный капитал существовал очень давно. И первой формой движения фиктивного капитала был вексельный оборот. Вексель – это фактически первая форма ценных бумаг, которые совершали самостоятельное обращение, независимо от той суммы денег, которую они представляли. Но совершенно справедливое утверждение, что огромный рост фиктивного капитала, соответственно, формирования фондового рынка и колоссальная роль биржи в каталлистической экономике обязан своему возникновению именно акционерным обществам. Именно с появлением акционерных обществ и выпуском этими акционерными обществами акций оборот фиктивного капитала приобрел колоссальный масштаб. Почему этот капитал называется фиктивным? Потому что капитал, выраженный в акциях, облигациях, варантах, доковых расписках, фьючерсах, опционах и так далее, совершает самостоятельное обращение независимо от того капитала, представителем которого он является. У капиталиста есть предприятие акционерное. Он выпускает акции этого предприятия, продает их на рынке. Эти акции совершают там самостоятельное движение. Их покупают, их продают. Но само капиталистическое предприятие функционирует относительно независимо от того, что происходит на этом рынке. Не полностью независимо. Но, извините, если капиталист купил какой-то станок или продал какой-то станок, нанял рабочего, уволил рабочего, это нисколько не зависит от того, что кто-то на фондовом рынке покупал или продавал акции этого предприятия. Это совершенно самостоятельные процессы. Совершенно параллельные. Есть реальный капитал, представленный в машинах, оборудовании, в денежном капитале данного капиталиста. И есть фиктивный капитал, который обращается на фондовом рынке в виде акций, облигаций и так далее. Но это не значит, что этот фиктивный капитал не играет никакой роли и не имеет никакого значения. Какую роль он играет? Во-первых, так называемое первичное размещение акций на фондовом рынке приносит акционерному обществу деньги. Продавая свои акции, они получают дополнительный капитал для развития производства. Далее, пакеты акций, которые находятся в распоряжении акционерного общества, могут выступать в качестве обеспечения по кредиту. Как залог для получения кредита в банке. Так что фиктивный капитал вполне себе может дополнительные создавать возможности для расширения процесса капиталистического производства. За те пределы, которые определяются наличием действительного капитала. Но тем самым создается и дополнительный потенциал для кризиса, потому что если мы расширяем производство за пределы тех возможностей, которые созданы действительным капиталом, мы увеличиваем риски того, что этот рост выйдет за границы пропорционального процесса воспроизводства капитала. Современный фондовый рынок создал и дополнительные возможности дестабилизации капиталистического процесса воспроизводства за счет того, что обращение фиктивного капитала разбухло до такой степени, что оно уже в несколько десятков раз превышает объемы движения действительного капитала. То есть обращение фиктивного капитала полностью уже не только количественно, но и качественно оторвалось от движения действительного капитала. А в то же время рынок фиктивного капитала, как я это уже показывал на примере кризиса 2008-2009 годов, может выступать в качестве фактора, провоцирующего кризис. Я не буду утверждать, что фондовый рынок, рынок фиктивного капитала создает кризис, но он выступает как фактор, усугубляющий этот кризис и как фактор, выступающий спусковым крючком как дополнительный дестабилизирующий фактор. Ну и несколько слов о тех переходных формах, которые возникают в связи с развитием судного капитала. Маркс в «Капитале» рассматривает две таких переходных формы. Это акционерные общества и кооперативные фабрики рабочих. Он видит в этих явлениях капиталистического способа производства формы, переходные к ассоциированному способу производства. Акционерный капитал приводит к замене индивидуальной капиталистической частной собственности на коллективную групповую капиталистическую частную собственность. И таким образом общественный характер производства при капитализме получает в форме акционерного капитала вот такое более адекватное выражение. в виде перехода от индивидуальной собственности к собственности коллективной. Но стоит заметить, что коллективная собственность акционерного общества – это коллективная собственность предпринимателей. Это не непосредственно общественная коллективная собственность, когда все члены общества являются совладельцами. Акционерное общество – это коллектив капиталистов-предпринимателей. И поэтому Маркс говорит, что в акционерных обществах происходит преодоление узких рамок индивидуальной частной собственности, но негативным образом. Потому что для того, чтобы это произошло позитивным образом, собственность должна быть передана в руки ассоциации производителей, а не ассоциации предпринимателей. Что касается кооперативных фабрик рабочих, то с точки зрения Маркса преодоление противоречия капиталистического способа производства здесь происходит позитивно. Здесь устраняется фигура капиталиста-предпринимателя, она заменяется коллективной собственностью рабочих. И управляющие на таких фабриках также выступают как наемные работники, причем наемные работники коллектива рабочих. Но почему мы рассматриваем кооперативную фабрику только как переходную форму? Потому что устранение противоречия между капиталом и трудом происходит в кооперативной фабрике рабочих только в рамках самой фабрики. За ее пределами это противоречие остается, и оно неизбежно накладывает отпечаток на функционирование самих таких кооперативных фабрик. С этим связаны очень многие, так сказать, негативные явления, которые иногда исследователи отмечают в функционировании такого рода кооперативных фабрик. Ну, например, могут привлекаться и наниматься рабочие, которые не являются членами кооператива и оплачиваются иначе, чем члены кооператива. То есть мы видим здесь элемент капиталистической эксплуатации на такой кооперативной фабрике. Могут возникать ситуации, когда кооперативная фабрика ликвидируется для того, что если она очень успешная, работники могут предпочесть реализовать свою долю в собственности такой кооперативной фабрики и превратиться в рантье. И можно много других отметить противоречий, связанных с функционированием таких кооперативных фабрик. Там тоже существуют противоречия между рядовыми работниками и управляющими такими фабриками. В общем, система капиталистического производства, она не оставляет эти фабрики в вакууме, она накладывает на них свой отпечаток. Там же существует такое явление, как самоэксплуатация труда. Но при этом мы видим, что эти формы действительно представляют из себя некую промежуточную ступень, опираясь на которую, возможно, преобразование капиталистического способа производства в ассоциированный способ производства. В данном случае я не буду выяснять условия, при которых такое преобразование возможно. Это отдельный очень большой вопрос. Хочу только сказать пару слов о том, почему Маркс связывает эти две переходные формы с рассмотрением вопроса о судном капитале. Потому что без возникновения судного капитала обе этих переходных формы были бы невозможны. Акционерное общество и акционерный капитал – это лишь дальнейшее развитие системы отношений судного капитала. И по форме выпуск акций он схож с кредитными операциями. Когда мы, так сказать, занимаем фактически на рынке какие-то денежные средства, продавая акции своего предприятия под обещание уплаты каких-то дивидендов на эти акции. Или, так сказать, основываясь на надежде владельцев этих акций, затем получить курсовую разницу, если курс этих акций будет расти. То есть здесь система экономических отношений между продавцами и покупателями акций, она схожа с отношениями судного капитала. Хотя здесь нет в чистом виде кредитного отношения, потому что никто здесь не дает прямых обязательств, так сказать, возвратности денежных средств в определенном размере. Но, тем не менее, по форме движения это схожие процессы. То же касается кооперативных фабрик рабочих, то они, опять же, не могли бы существовать без наличия судного капитала, потому что рабочие за свой счет, за счет своей заработной платы не могут выкупить фабрику. Практически все случаи приобретения работниками, наемными работниками предприятий в собственность связаны с получением кредита на эти цели. Без кредитных отношений, без развития судного капитала, покупка рабочими своего собственного предприятия была бы невозможной. Вот это то, что я хотел сказать о вращенных и переходных формах в капиталистической системе производства. Пожалуйста, вопросы, если у кого-то они есть. Андрей Иванович, можно вопрос? Это вот уже практически к концу. Вот вы говорили об ассоциации производителей. Вот ассоциация свободных производителей, Эдвард Кардель, социалистическая федеративная республика Югославии, югославский социализм. Вот он был основан вот на том феномене, который вы описывали, да? Потому что существовали расхождения между советской экономической системой и югославской. Да, существовали и стали значительные разногласия по этому поводу. Да, выходил журнал «Социалистическая мысль и практика на русском языке». Практически весь его тираж сразу отправлялся в спецхрам. Ну, это я знаю, да? Да. Ну, вот это вот как раз имеет отношение. Они ведь, Эдвард Кардель и вот те теоретики, которые с ним работали вот над этой формой социализма, они ведь опирались на вот, ну, так скажем, ну, на лексику Маркса, что да, вот, что они считали, что социализм и должен быть таким, а не такой, какой был сталинский социализм. Они называли это этатизмом, да? Да, совершенно верно. Но тут возникал вот какой вопрос, который не был решен окончательно ни в советской версии марксизма, ни в югославской. Если мы говорим об ассоциации производителей, о свободной и равной ассоциации производителей, то Маркс мыслил эту ассоциацию как всеобщую, не как ассоциацию работников отдельных фабрик. Возникает вопрос, а в какой форме эта всеобщность должна быть? В какой форме должно осуществляться то, что еще в немецкой идеологии было сформулировано как собственность каждого на все? Югославы считали, что наилучшим образом вот такая практическая реализация этого принципа – это через организацию рабочих на отдельных фабриках, на отдельных предприятиях. То, что в их системе называлось организацией объединенного труда. Ленинская версия исходила из того, что труд должен быть объединен в общенациональном масштабе, и представителем вот этого общенационального объединения на первой фазе коммунистического общества выступает государство. Одна большая фабрика, да? Да, одна большая фабрика и государство сверху. И все работники, наемные работники государства получаются. И понимаете, ситуация складывается так, с моей точки зрения, что ни то, ни другое решение не является удовлетворительным. Югославская система приводит к тому, что возникает система, которая получила наименование «рыночный социализм». В рамках фабрики, в рамках предприятия, вот этой организации объединенного труда непосредственно общественные отношения, а между предприятиями рыночные. Система товарного производства. Никакой солидарности между рабочими разных фабрик нет, а есть конкуренция. Вряд ли это можно назвать общенародной свободной ассоциацией. Хотя бы чисто в национальных, даже рамках, не всемирно. Не получается. А при ленинской версии получается, что тоже принцип ассоциации ограничен командованием государственных служащих. Через них не непосредственно рабочие владеют средствами производства в общенациональном масштабе, а только через государство. Государство выступает как посредник в этом владении. А непосредственно рабочие к этому владению не подключены. Бюрократическая узурпация классового господства. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Бюрократическая узурпация классового господства. Кстати говоря, Энгельс в своей работе, посвященной Парижской коммунии, считал, что всеобщее вооружение рабочих – это как раз и должно быть средство против правительственной узурпации классового господства. Он, как военный теоретик, думаю, не обольщался насчет того, что всеобщее вооружение рабочих может быть противопоставлено профессиональной армии. Но вот как такое вот средство социальной самозащиты он его рассматривал. Вот то, что я могу сказать. То есть здесь нужен поиск иных решений, и не югославского, и не советского. Хотя и в югославском, и в советском решении есть рациональные зерна. Потому что определенная централизация нужна, но, видимо, в иной форме, чем это было в СССР. И определенная, так сказать, свобода функций работника непосредственно на предприятии тоже нужна, но этим тоже нельзя ограничиваться. Так ограничились в Югославии. То есть решения пока твердого, ясного здесь нет. Его надо искать. И я не думаю, что его можно высосать из пальца. Думаю, что нужно искать какие-то варианты, и затем, если будет такая возможность, эти варианты... Андрей Иванович, вот это вот эндфрендум, элайнейшн, отчуждение, о котором Маркс в ранних работах писал, да, вы вот и разрабатываете с профессором Бузгалином эту проблему, вот все-таки этого отчуждения при югославском социализме меньше, чем при советской системе экономической, да? Или это не от этого зависит? Потому что они ведь чувствуют это своим... Я не стал говорить больше-меньше. В Югославии оно, скажем так, было менее ярко выражено, но оно просто имело иную форму. Это было отчуждение, разделявшее рабочие коллективы друг от друга. И, кстати говоря, не устранявшее полностью бюрократию все-таки. Потому что вот такие разрозненные трудовые коллективы, они оказывались не в состоянии политическую бюрократию эффективно контролировать. Именно в силу своей разрозненности. А при советском социализме это отчуждение проявлялось гораздо более выпукло в виде явного противостояния рядовых работников и бюрократии. Спасибо. Вот вы мне прояснили. Мне от вас хотелось эту тонкость уточнить. Спасибо вам огромное. Спасибо. Так, еще у кого-то есть вопросы? По всей тематике. Ну что ж, тогда всем спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.